Ну, для себя я написал все правильно, «Управление будущим человечеством», значит, Михаил Андреевич, в смысле все, думал я того, чего надо. Значит, ну вот, это завершаем, по сути дела, большой такой цикл, который у нас был с осенью «Управление будущим человечеством» в контексте вообще «Управление будущим» и предсказуемости этого. И мы говорили о том, что одна из возможных менеджерских стратегий по отношению к по всяким сложным образованиям. В частности, в качестве такого сложного образования можно рассмотреть по предложению Михаила Андреевича и «Человечество». Я буду, собственно, обсуждать в контексте этого обсуждения, которое, собственно, не идет, то, что предполагается обсуждать сегодня. Значит, я могу сразу сказать, что я буду говорить вот о чем. Я буду, прежде всего, разбираться в том, что такое «Человечество» и, соответственно, «Человечество» как «Объект управления». Дальше, собственно, в чем особенность «Человечества» именно как «Объект управления» и, наконец, какие могут быть «Субъекты управления» в этой ситуации. Вот, собственно, что я попробую сегодня осудить. И первый вопрос для меня здесь как раз в том, что такое «Человечество». Значит, для меня в этом есть большой-большой вопрос. Вот в таком отношении, что, конечно, я исторически в этом не разбирался, но, конечно, в XX веке разговор о «Человечестве», да не только в XX веке, и стал некоторым общим детством. А что это такое, совершенно непонятно. Потому что есть большое количество людей, если их считать людьми, которые не подозревают о существовании человечества. В этом смысле можно, наверное, вообще говорить о том, что они включены в человечество и для них является актуальным это, являются ли они частью человечества. То есть есть культурно-географические изоляции, которые практически никак не связаны с остальными людьми и даже могут не подозревать о их существовании. Являются ли они в этом смысле частью человечества? Значит, тогда, если этот вопрос обсуждать, тогда возникает другой вопрос. Можем ли мы говорить о монофилии культур? То есть о том, что культура имеет единый, по крайней мере, источник, и если какие-то человеческие общества оказываются изоляционными, то они хотя бы когда-то имели единый корень. Вот для меня это большой вопрос. И можно дальше тогда еще сделать один шаг назад. Может быть, отождествовать человечество в совокупности всех представителей вида Homo sapiens? И тогда еще нужно сделать одно допущение, что Homo sapiens является монофилитическим видом. А если допустить, что это полифилитический вид, то тоже совершенно необязательно допускать единство существования и какой-то общества, которое может быть обозначено как нечто единственное. Можно дальше говорить про монофилитический вид. Монофилит, да? Да. Под монофилит понимается то, что есть единый корень биологического вида Homo sapiens. И, соответственно, тогда у нас есть, как сейчас это обсуждается, есть единый центр происхождения, скажем так, западная Африка, откуда он произошел. И все, Homo sapiens и дальше растереть в земную шагу. А можно вообще, говоря, полагать, что такого никогда не было, а Homo sapiens более филитический. Но здесь можно предполагать еще более жесткую... А как это будет выглядеть из того, что... Сейчас еще более жесткий вопрос можно поставить, что ныне существующие люди, они вообще не все принадлежат Homo sapiens. Ну, например, обсуждается вопрос о том, в какой мере авторические аборигены относятся они к самостоятельному виду биологическому. Вот. Вот для меня вот этот комплекс вопросов фактуален. Ну, теперь... Как будет выглядеть полифилия? Ну, полифилия будет выглядеть таким образом, что у нас есть несколько видов гоминид. Ну, было как-то несколько видов гоминид, которые когда-то встретились, вступили в свободное скрещивание и дали тех, кого ныне относится к виду Homo sapiens? Сначала было скрещивание, а потом эпизодически происходит расщепление. Расщепление какое-то? Ну, чисто по второму закону Менделя, то есть эпизодически кто-нибудь один отсылается как раз из три ведущих, там, или эстраглотита, или кто-то еще. Ну, дело в том, что по Менделю, ведь у нас скрещивание идет только по небольшому числу генов осмысленно рассматривать. А если идет расщепление, как гибридизация межреговой, то она не Менделевская оказывается. Но расщепление все равно будет происходить, то есть в какой-то момент, какая-то часть, чтобы популяция, надо изменяться к своим началам. То есть тех, от кого когда-то, что называется, данный субъект мог произойти. И он примет либо одну сторону, либо другую. Тот, кто в тот момент скрепился с крещами. Но жить он уже будет в нашу эпоху. Ну, смотрите, это, в общем, штука, которая как раз не интересует генетиков. Ну, когда вот идет соотнесение данной генетики и генологии. Финатипическое изучение. Ну, допустим, если мы берем для одного гена существование трех оленей. У нас будет равное сцепление такое. Один в трем. Я могу сейчас набрать. Да? Ну, в девяти. В девяти. А он в девяти. В девяти сними. В девяти. В девяти. В девяти. В трем. В трем. Это будет один однос St34. Вот. Ну и, соответственно, как мы поймаем с такой частотой исходные генотипы. Да? А если это у нас речь идет о скрепчивании видового, нежь pitches о видовом. Потом, по крайней мере, будут участвовать сотни генов и, скорее всего, более чем по трем аллериям. Как мы эти выщиплившиеся гомодиопаты сможем идентифицировать? А вот тогда надо другую систему координат от счета брать. В принципе, такое возможно, но это какая-то будет, во-первых, ничтожная частота, во-вторых, совершенно непонятно, как их можно будет выявить в общем спектре извинчивости. Но с учетом этих двух обстоятельств, как отнестись к вашему утверждению? Я не знаю. Темна водоводуется. То есть, на мой вкус, я бы такую вообще не рассматривал. Ну, ее можно не рассматривать? Вопрос-то заключается на другом. Как с тем, что мы имеем в наличии жить, в том числе и управлять? Ну, допустим, я могу сказать. Вот один мой коллега во время учебы от стойопатии попал на пирушку на пати в 50 километрах от Лондона. Это Мэйдстоун, то есть столица городства Кент. Ну, 50 миль, точнее, более правильно, по английским меркам. И случайно, разговарившись там с одним из представителей, кто там проживает, выяснилось, что за свои там 50 уже с лишним лет он ни разу не был в Лондоне. То есть, человек сказал, а что ему там делать? Что ему там делать? Или тут же он нормально? То есть, встроен он в данном случае в этот экосоциум английский. С одной стороны, встроен, у него есть работа, он трудится. С другой стороны, культурологические аспекты, которые там мучают лондонцев, не волнуют никоим образом. Как каких-то среднестатистических англичан. Вот и все. Поэтому сложно сказать его осознание участия в этом общем человечестве. Он просто живет. Ну, по крайней мере, с дубинкой пока ни за кем не бегает. Полиция в этом точно не поймала. Мэйдстоун не самая большая тюрьма в городстве. Самое большое здание – это дворец правосудия. Нет. Вот этот пример с вашим знакомым, мне кажется, вполне подходящим, потому что он обсуждает. Ну, он, по-моему, не имеет никакого отношения, которые бы себе не был сделан. Ну, возможно, может, он просто как вот такой вот англичанин, которому, в отличие от россиян, кому-то интересно, что называется, далеки до Красной площади, а ему там по-трафальгарски погулять, ну, как-то и как. Ну, а россиян уж там мало, что ли, которые нигде отсюда не было, как правильно с ним тоже хватает. У меня в этом отношении есть довольно интересный опыт. Ну, именно вопрос задать тем россиянам, которые туда не попали, по крайней мере. В этом отношении получили на выборке определительно 60 человек. Что-то два класса, два девятых класса по-современному. Вот. И я у них был географию. И одна из тем, которым мы занимались, это где они живут. Ну, я им одним немножко образом рассказал, меня это интересовало другим. Наверное, сделаю я это с другой точки зрения. Мне было интересно, где они живут. Я сейчас не помню точные соотношения, но качественно ситуация какая оказалась. Значит, качественно оказалось, что из этих 60 человек, наверное, четырех, я смог считать, жителей Екатеринбурга. Примерно половина из них, я кое-что сказал, как жителей Екатеринбурга. Некоторая часть из них, за какими-то редкими исключениями, вообще не выходила за пределами квартала между проспектом Эндельса, Тереза, Гаврской и Велотреком. Ну как, ну совсем-то не выходило, навряд ли. Ну вот, получалось, что… В больницу поехать еще. А вот на территории там есть поликлиника, значит, они пользовались поликлиникой. Вот. И получилось, что раз в месяц я их таскал в армии этаж. И для них это было отдельное путешествие, и в этом смысле центральные районы города для них не были местом жизни. Это были действительно путешествия за пределы того, где они жили. А возрастной разброс в группе? Ну, пределы года. Нет, а в среднем сколько им было лет? Ну, девятый класс, давайте считать. Ну, пятнадцать, шестнадцать лет. Ну, шестнадцать, шестнадцать по нынешнему. Нет, восемь и семь, пятнадцать. Ну, наверное, там был выпуск первого, нет, четвертого класса. Значит, честнадцать лет. Ну, это же возраст еще такой, по мобильным средствам повышается в студенческом возрасте. Да. А там уже другое совсем красиво. Так, а в этом отношении, смотрите, если будем говорить там о маленькой ребенке, то чаще всего дети там до трех лет являются вообще жителями своего квартала. Ага. Вот. И в этом состоянии не живут в квартале, а не в городе, как правило. Ну, да. Что изменится, интересно, если до трех лет будет большая количество этой мужчины в рамках, допустим, сегодняшнего шина? Это довольно тонкий вопрос. В общем, вопрос в том, как перемещаться. Можно перемещаться так, что тебя перемещают как физическое тело, а может перемещаться, осваивая это как среду своей жизни. Вот. У меня есть на эту тему некие соображения и замечания, но они довольно хитрые, мне сложно будет их, с одной стороны, санулировать, с другой стороны, обосновать. Но вот это материал, который непосредственно имеет ко мне отношение, потому что у меня старый отец и бабушка были явно жителями вот этого города. Причем города как целого. Хотя там очень интересные всякие вещи происходили. Это отдельная история, но это очень любопытная вещь, которая может бесконечное тело убивать. Вот. И мы жили тогда у Тавридического сада. И, в общем, я с детства бывал и в Ферраганской крепости, и на Невском, на Дранцовой площади, на Сенатской площади, в Исаакии и так далее. И все эти места знал. У меня было одно их восприятие. А с другой стороны, я наблюдал за своими детьми, которые раскинули дворцовую площадь. То есть для них это было единство, где они были каждый день. И это было такое, ну даже отчасти приевшееся для них место. И вот это другое несколько восприятие, да. При этом они оба в раннем школьном возрасте, в отличие от меня, побывали на шпиле Петолоплодской крепости, скажем. Сложно понять изнутри, как они проживают в этот дворцовую площадь. Ну вот у меня есть некие соображения на тему, но я и говорю, что это не только сложно понять, но и передать. Ну это вот разные вещи. Я вам могу в каком-то смысле утверждать, что Софья, которая уже сейчас несколько лет не живет в Петербурге, что она жительница города оказалась, а Кирилл оказался жителем двадцатого округа. Ну, в принципе, это так и есть, потому что я просто наблюдал аналогичное метро, когда в кабине, скажем так, в обонавожатого, да, подошел, что называется, мужчина такой в возрасте, вместе с мальчишкой, который, ну, то есть во внуке конкретно годится, но это явно был тоже сотрудник метро, и они, что называется, уселись. Их он, ну, водитель запустил внутрь, так сказать, кабины управления, и они поехали там до своей остановки по, то есть для мальчика, естественно, точно так же, как залезть, скажем так, на шпиль Петропавловска крепости. То есть он увидел совершенно другой город и совершенно раз в другой стороне. Мне было интересно туда тоже, но не пустили. А ведь может быть еще такое, что человек хорошо знает область очень. Это как, ну, то есть не только город, но еще и область. Да. Это тоже называется житель город? А вот может быть такая ситуация, что он может быть жителем области, но не быть жителем города, да? И в отсутствии интересно оказывается такая ситуация, что, ну, для меня это совершенно очевидная вещь, что у некоторых людей есть сросло к усприятию пространства города, а у некоторых есть сросло к усприятию пространства сельской местности. Человек может не воспринимать городу, а воспринимать сельскую местность и наоборот. Надо сказать, что я не знаю ни одного человека, который был бы вот чего спасали. Значит, между областью и городом есть вот переходная зона, пригородная. Вот я не встречал людей, которые бы в ней бы ориентировались, были бы как бы цифрованы ей. А она существует как бы фактически на карте или просто, ну, как, должна существоваться? Ну, не менее вдруг. А действительно есть такая зона? Ну, как она определяется? Ну, надо делать с тем, что он накладывается в два типа порядка. Потому что в разных они более-менее хаотически перемешиваются в эту зону. Ну, не столь хаотично перемешиваются, я думаю. Они просто перемешиваются по той необходимости, что людям необходимо выживать. То есть, когда они проживают в этой зоне, а средства для проживания в ней, потому что на том клочке земли, который там, допустим, у них получился под 4 яблоньки, ну, или под 6 яблоньки, и так далее. То есть, это уже не пахотный гектар дальневосточный. То есть, он там ничего и никуда. Ну, просто-напросто за этой энергетикой того, чтобы дальше жить, он найдет все-таки город. То есть, энергетика движется здесь. А туда он отползает для того, чтобы там выжить. То есть, он выживает, идет и сюда для того, чтобы выжить. Но для того, чтобы выжить ему окончательно, чтобы совсем не раствориться в этом городе, так сказать, не завибрировать полностью вибрациями этого города, он выбирается куда-нибудь туда, поближе к земле. У него такой срабатывает внутренний предохранительный клапан. Ну, я думаю, что там есть разные варианты и кого-куда. А вот вы, может быть, как раз знаете, такая, допустим, специфическая вещь. Это территория больницы Скоростного Степанова. Он не захватил. Немножко знакомый. Вот. Вот что это такое? Сейчас это, по сути, сельский островок среди городской среды. Сельский? Да. Да. И огороды там есть. Вот. Мои ночные там жили с конца 19 века. В смысле, жили на территории Скоростного Степанова? Да. А как? Они работали в больнице. И я в детстве, в 50-е годы, ездил на дачу. Специфическая дача. Веселая. В Иркутске есть аналогичное направление. Дорога на Плишкино. Там была зона, на которой, ну так сказать, почти родилась моя мать. Окончательно родилась в Иркутинской больнице. А ее мать там работала. Просто там был концлагерь на тот момент. Вот. Для всех благонадежных не очень. До какого года? 23-го. Да. Ну а потом это превратилось, так сказать, вот уже конкретно просто зону. А потом там, так сказать, и псих добавилось и так далее. То есть алкаши вот по тем советским временам. А вдоль этой дороги с удовольствия стоят. Да. Аналогично. И мне приятель, к сожалению, мне уже покойно рассказывал. Как видно, было как мужички оттуда из той зоны, значит, бегут до города, чтобы купить пивка. И потом обратно на Рысях точно так же эти, там сколько, 12 километров. Ну так приличная остальность. В одну и в другую сторону, то есть. Да. Там, где вот метро Ормонный канал, там же тоже еще один психдиспансер. Да. Ну, там урбанизированная зона. Урбанизированная? Урбанизированная, да. Вот. Причем там замечательная архитектура, какая-то больничная конца 19 века. Там интересный очень храм. Вот. Так что это очень примечательная область. И очень высокие уровень георазнообразия. Растительные, кузнечики там нескольких видов, есть саранчанинских видов, есть большое количество хризомелит, жуков. Вот, собственно, в большом виде, то есть, первые всякие систематические биологические исследования проводят как раз там. Ну, тут ветошко через Нью, есть там в пределах английской набережной, я тут смотрел просто сюжет по телевизору, чей-то дворец, то есть достаточно высокие стены сами по себе, и внутри большой парк, сад, в котором сохранилось 12 видов антоновок, которых сейчас практически на территории России нет. Их не вырубили даже во времена Великой Отечественной войны, то есть во время блокады, они остались живые. Великой Отечественной войны, там биолог как раз говорил, что это вообще рост. Великой Отечественной войны? Не помню, кто там этот сынок. Кто-то из биологов, ну, такого достаточно среднего уровня, что это просто уникально. На мойке, да? Ну, где-то да, там этот сынок. Да, да, да. Уникальное место. Да, да, да. Сады рвятся на яблоки. Сады рвятся на яблоки. Сады рвятся на яблоки. Сады рвятся на яблоки. Не подведи я кайфов. Вот. Ну, это вот такой особенный сюжет, кто к чему соприроден. Но дело в том, что в какой мере децентральный оборудование входит в человечество. Смотрите, здесь все-таки два вопроса. Вот жители Удильный, это, кстати, интересная вещь, они себя не воспринимают, да, про надавнение жителей Удильный. В этом смысле интересно еще что-то. Интересный наш политех. Наш политех был основан в 1998 году. И из Петербурга тогда туда и ездили на поезде. Соответственно, это воспринималось как не петербургское государство. То есть это воспринималось так, как сейчас воспринимается, допустим, Петербург, университетский город в Петербурге. И, соответственно, можно было быть жителем Петербурга, никогда не бывая в политехе. А вот сейчас уже этого не скажут. То есть в этом смысле со временем меняются вот эти границы, да. Причем, что интересно мне кажется, что вот политех так устроен, что, живя на территории политеха, там нельзя влезать за окно. Оттуда нужно всегда выходить за пределы. Ну, это очень небольшие пределы, но все-таки за пределы политеха. А вот, скажем, на территории сквозь Степанова можно влезать за окно. Неопределенно долгое время. Что многие и делают. Что? Ну, что многие и делают. Да, многие и делают, да. То есть многие делают принуждение, а кто-то делает это мировольно. Причем, что совсем интересно, что у нас вот на Чайковского, на лестничной площадке, жила врач-лаборант, такая нервная вдова, очень известная. Врач-лаборант, который работал врачом-лаборантом в Сорзол Сибаново. Ну, это один вопрос. То есть можно быть жителем части Петербурга и быть частью человечества? Можно жить в Петербурге и не быть частью человечества? Можно жить новодельной и быть жителем Петербурга и быть частью человечества? Можно жить новодельной и быть частью человечества, но не жить в Петербурге? То есть это самое разное сочетание. И, с одной стороны, мне кажется, что этот разговор, который у нас пошел, быть жителем Петербурга или жителем района Петербурга, он имеет отношение к тому, быть ли частью человечества или нет, но все-таки это другой вопрос. Потому что можно быть жителем, скажем, допустим, Васильевского острова, но не жителем Петербурга, но ощущать себя включено в человечество и каким-то образом соотносить с тем, что декларируется как человечество. Это же вопрос идентичности. Это вопрос идентичности, конечно. Вообще, возможность подходить к вопросу и с других сторон, и со стороны идентичности тогда по-другому. Тогда жителям Удельной, жителям Петербурга, например, окажется тот, кто физически в этих пространствах пребывает. Ну, как вариант подхода, если не со стороны идентичности. Чисто физически нужно подойти. Или еще как-то. А с идентичностями там достаточно большая длинная иерархия может выздороветь. Да, наверное. Там и Удельная, и Петербург, и, скажем, Россия, Европа. Или Европа как альтернатива. И, ну да, человечество. И землый шар. То есть, как согласится, землый шар и человечество? То ли вопрос? Вот так вот. Вопрос, как это все, с какой стороны подходить? В таком смысле еще дальше можно пойти? Вселенная вот есть. Ну, конечно. Я как-то предлагал несколько раз гаишникам осознать как их занятия с точки зрения усвоиться вселенной. Это их вообще повергающая, что они растерялись. В процессе работы им предлагали или нет? И так и эдак. И так и эдак. Когда меня задерживали на улице, и когда я в их занятия поводил, то это их всегда приводится в ступорах. Я говорю, что я согласен. Я согласен сказать, что вот, длиннее, у меня критерия, что я не так перешел, но обоснуйте, что это нарушает мироздание. В случае, как я не вес в механике. Ну, это и ставим ступором. Может, это не стоит особо так, если механика занимается? Ну, конечно, не стоит, не стоит. Ну, вот, это вопрос, собственно, то есть ответ на ваш вопрос. Вот, когда вы говорите о человечестве, что вы болезнь развиваете? Ну, можно попытаться, мне кажется, сформировать какое-то представление, где базой будет популяция Homo sapiens, начать с Homo sapiens, но не ограничиться, мне ставить знак тоже, что человечество равно совокупность особи Homo sapiens. Сказать, что человечество, оно включает всех особи Homo sapiens, но структурно гораздо сложнее и объемнее, чем просто биологическая популяция. И вот дальше начать простраивать, а что же, собственно, тогда в человечество входит помимо нижнего биологического яруса. То есть тогда пойдет и культурная составляющая, вот такой объем на перемене человечества, но с биологическим ярусом внизу. Ну а, скажем, географические изоляторы? Конечно, входит. Конечно, входит, да? То есть, вот я думаю, что, скорее всего, в океане есть еще не открытые острова, населенные, речные населения, да? Они уже входят в человечество. Я думаю, там с космос уже все посчитали. Ну, даже если и есть хозит, ходят, ходят в человечество. Если это интенсивно облесенная часть с низкой плотностью населения, то из космоса не посчитать будет. Ну, может быть, да нет. Самцами острова, допустим, обнаружены. Да. Наличие там каких-то аборигенов в лесах может быть действительно не обнаружено. Тем более, что не так давно обнаруживали, еще даже в Южной Америке, отдельные племена до Северной Америки. Совершенно, да. Ну, они же живут, те же самые австралийские аборигены, достаточно хорошо с их точки зрения. Не страдают точно так же, как бушмены. Нет. Ну, австралийские аборигены сейчас интегрируют уважение Австралии как сувенинное государство. Вот даже, скажем, Агафья-Лыкова сейчас тоже, по сути, делаю интегрированную сувенинную цивилизацию. Ну, если там уже поставили вышку сотовой связи, дали космический телефон на запрос. Да. Или просто хотя бы космический телефон, а так это. Динамо, чтобы заряжать. Вызявляется она частью человечества? Ну, тут сложно сказать вообще, что такое часть человечества. Меня тут дня три тому назад угораздило посмотреть встречу Стива, там самого, Илона Маска. Да, то есть как он себе представляет вообще будущее человечества. То есть там где-то минут на пятьдесят такая передача в Штатах сделана. Как он видит вообще прогресс, развитие и прочее. И что они к этому прилагают? Во-первых, у них полностью переход вот так до пятидесяти процентов на солнечную энергию. Учитывая, что размеры их частных домиков, крыш и нахождение их в зоне соответствующей инсоляции, им позволяет это практически отделиться, стать фактически независимыми от государства в плане получения электроэнергии. Вот. Второе, то что он предлагает накопать там вообще, скажем так, красивых ходов под всем Лос-Анджелесом, чтобы создать систему перемещения. Потому что внешняя система дорог уже полностью заблокирована. У них варианты только либо вверх, либо под землю. Ну и третье, у него программа миллион человек закинуть на Марс. У меня в Лос-Анджелес сидел в кровках, не представляете себе это? Вот. Что вы с ним? В Лос-Анджелес. Сидел в кровках. В Лос-Анджелес. Угу. В Лос-Анджелес. Хотя Лос-Анджелес, в общем, с моей точки зрения, является абсолютно деревней. То есть из-за кровки деревней. То есть нам есть еще куда расти и расти. Вот. Но смотрите, я совсем этим согласен и более-менее представляю всякие идеи. Но, на мой взгляд, это в человечестве никакого отношения не имеет. Это имеет отношения к евросеверо-американской цивилизации. Ну, это имеет, наверное, все-таки отношение ко всему человечеству. Потому что, вообще, когда собирается какая-то команда ребят под названием «Мучение», вот они, что называется, хотят замутить какую-нибудь очередную веселуху в плане развития. То есть технического, вселенского или что-то еще. И находятся соответствующие спонсоры на уровне правительств или каких-то корпораций, которые это дело отлачивают. То есть они понимают, что все равно происходит какая-то стагнация в плане развития. И тот же самый Маск очень четко это показал. То есть вначале, если, ну, условно считать, что у них была ракета «Сатурн-5», и они приунились, потом у них был шаттл, который догорел. И кончилось, говорит, все дело тем, что у них не осталось ни одной системы для выведения человека в космос. То есть такая, говорит, по экспоненте вниз произошло. Поэтому он сейчас ратует исключительно за такой экологический, но, тем не менее, научно-технический прогресс, используя все и вся то, как то, что возможно. Ну и показал, так сказать, проект ракеты, которая будет вытаскивать в космос «Боинг-747» С какой целью? Да? С какой целью? Ну, это организация Марса. То есть такой космическая капсула по размерам с «Боинг», чтобы она была достаточно всем обеспечена, чтобы лететь в сторону Марса. И таких ракет не одна для того, чтобы, соответственно, миллион человек туда депортировать. У меня никаких возражений нет. Какое это имеет отношение к человечеству? К аборигенам Австралии? Я думаю, что особо никакого, кроме как им добавятся парниковых газов. Вот вы видите, взлетевшие ракеты. Вот. Смотрите, какая штука. Значит, если мы… Мне очень нравится то, что вы говорите, потому что это хомо-то совпадает с тем, что я об этом думаю, что если мы начнем это представлять человечество с видом хомо-сапиенс, тогда действительно окажется, что мы об этом можем рассуждать только с точки зрения не специфических факторов воздействия на биосферу. Да? Но тут ничего, оказывается, специфически человеческого нет. Ну, это специфический фактор воздействия на биосферу. То есть, если их становится много, то… статистический какого-то отношений? Статистические его отношения к чему? Ну по отношению, так сказать, к составу воздушной среды, которая соответственноise это может меняться. Тоже согласен! Но какое-то человечество… Это не статистические его отношения к человечеству воздействия… Мы же обсуждали, что такое человечество, что это значит для человечества и что это значит для биосферы. Но то же самое Маска предлагает, что надо убрать по максимуму этого действия и оставить хотя бы просто выкачивание солнечной энергии. Я помню в Пущино, когда я там учился, 8 месяцев на учебе был от противоочувственной системы, то, что он из института биофизики читал лекции один из профессоров, он сказал, Он сказал, если бы мы научились еще один процент попадающей на Землю солнечной энергией усваивать, по сравнению с тем, что усваивает один процент всего лишь, чтобы весь фотосит на Земле, то практически у нас был бы просто не исчезающий источник энергии. Нет, я не против. Это все очень хорошо. Какое отношение к человечеству имеет? Ну, к той части человечества, которая до этого дорвалась, скажем так. А вот тогда у меня вопрос ко всем присутствующим. Имеет ли смысл осуждать часть человечества в отличие от некоторой популяции? Тогда что понимать под частью человечества? Вот это и есть мой скрытый вопрос. Что такое часть человечества? Сейчас это очень хорошо показано в миграционном кризисе. То есть часть популяции Среднего Востока или Ближнего Востока переместилась в часть человечества западного мира. Ну, я не понимаю, при чем здесь человечество? Ну, я говорю, часть человечества западного мира. Ну, они живут, так сказать, своим обособленным миром, которые, так сказать, попытались обособить мир, в котором они живут. Ну, в силу некоторых обстоятельств они приняли определенное решение, что они помогают всем. Помогают в том числе и этой популяции, которая, так сказать, просто хлынула через их границы. Ну, вы меня втягиваете в какие-то вопросы посторонние, но тогда я… Ну, это как пример. Я же назвал это как пример. Ну, тогда я отзовусь на это пример. Вот мне-то становится, что то обсуждение этого вопроса, которое сейчас идет, оно очень кондициально с точки зрения ритма. Потому что, если посмотреть события последних, там, в общем, двух тысяч лет с лишним, то мы видим регулярно одну и ту же картину. Мы видим, как идет движение от Тихого океана через Евразию в несколько потоков доходит до Атлантического океана. И далее те, кто дошел и оказался наиболее активен, пересекают от Тихого океана через Евразию в Америку. А чего же она не переполняется, если такое однонаправленное движение? Вот. Не переполняется она в силу двух обстоятельств. Всего одного обстоятельства, что Америка, как я понимаю, оказывается имеющая значительно меньше бомбина населения по сравнению с восточной Евразией. А во-вторых, потому что вот этот поток, который приходит из Евразии, приносит заболевания, от которых население Америки вымирает. И там происходит последние тысячи лет замещения населения. Ну, то есть пределы первые тысячи лет это было переселение викингов там или кое-что? Да, да. Ну, это понятно, что в данном случае занесенная зараза будет действовать всегда однозначно. То есть выживут только самые сильные, а все остальные – наоборот. Да, да. Ну, с этой точки зрения там можно еще забавно посмотреть аспект. То есть, если считать, что Айкумена являлась тем, что находится до героклиповых столбов, и любое плавание за героклитовой столбой – это было плавание по речке под названием Аид. Да. Нет, не Аид, она как-то по-другому называлась. Аид – это было царство Аида. Стикс, по-моему. Стикс, да. Стикс, да. Стикс, да. То с этой точки зрения, куда пропадает народ, там как раз туда и попадает за огромный мир, и тут все в порядке с утилизацией. Хотя китайцы их сейчас хорошо осваивают, по-моему, и навстречу Солнцу. То есть, они уже не завершают такой столь длительного перехода. И монголы, в том числе, кстати. Все монголи хотят жить в Соединенных Штатах. Как они? Они уже не хотят сюда в Павловскую степень и прочее. Там стильные народы переходили туда на Роску. Нет, ну это тогда не так, а сейчас они просто хотят все и Велфер получать. Ну, смотрите какая штука. Если открывать Велфер, то это, я скажу, занижение временного масштаба рассмотрения. Если даже говорить о XIX веке, не говоря уже о XVIII, то переселение, которое шло, тем не менее, через Атлантику в Америку, было связано как раз с значительными демографическими потерями и очень большими рисками. Но тем не менее оно шло. Ну и сейчас связано с в любом случае такое перемещение. Потому что перемещения того времени это были только корабли и самолеты, которые летают сейчас. Да. Это простят меня за сравнение, да. Но как мне неделю всего назад сказали, что мы очень хорошо вычистили всю ближайшую Западную Европу на предмет племенных бычков, свиней и всех остальных прочих, на завозях себе со всех их ферм, которые, так сказать, занимаются воспроизведением племенного, так сказать, животноводства. И сейчас мы выдергиваем... Ну кто? В России. В России. В России. кто переплывал, кто дожил, кто нет. Так к чему это? Я говорю, это просто-напросто само поселить. Перемещение такое всегда наведет к значительным потерям. Ну, конечно. Только ускоренный вариант способствует тому, что как-то сохраняется. А там уже дальше работает санитарная кордона под названием салонный вазель. Ну, конечно. Так к чему вы это говорите? Как нас это продвигает понимание того, что такое человечество? Это просто-напросто люди начинают искать, где им лучше. Я понимаю. Как нас это продвигает понимание того, что такое человечество? Продвигает? Да. Ну, все хотят просто-напросто найти себе домик получше, вкусов повкуснее. Ну, сегодняшнее осуждение получается не структурированным. Мы все время всплываем в разные посторонние сюжеты. А вот, Сергей Викторович, мы это веду это, что нет четкого уплана обсуждения. Как нас это продвигает понимание того, что такое человечество? Как нас это продвигает? Как нас это продвигает? Так, Сергей Викторович, как вам такой подход? Что мы берем как базис биологический весь вид Homo sapiens, но дальше добавляем культуру и вот в этой связанности биологического базиса и культуры уже рассматриваем человечество. Понимаете, какая штука? Для меня биологический вид все-таки является совокупность с популяцией. Для меня более-менее очевидно, что есть изолированные популяции Homo sapiens, которые по существу исключены из видовой динамики. Ну как это, если вы голубей отвезете на какой-то остров необитаемый, они же не перестанут быть голубями? Перестанут, чем никто и не. Че никто и не обязательно перестанут быть. Там через миллион лет перестанут? Не через миллион, не через миллион. Что они что-то покупают? Они просто выбирают другой вид голубей. И вот что это может произойти за считанное количество десятков лет. Собственно, вот с этой точки зрения, чем интересна работа по Голубоговским Юрках? Но в Юрках, как раз, это и показывает, что это вид образования происходит довольно быстро. Ты чем занимался, да? Да. Ну, он первый на это обратил внимание, потом мог бы этим заниматься уже. Потому что действительно красивый феймер. Все верно. Вот. Поэтому, вот с этой точки зрения, если говорить, то вот такие, скажем, популяции изоляции хомо-сапиенс, которые, безусловно, существуют, на мой взгляд, ну, они очень приватизируют вообще понятие вида хомо-сапиенс, так как и все подобные штуки, ученики. Ну, почему-то вы же называете именно изоляцию хомо-сапиенс, а не изоляцию неизвестно кого. Вы отвечаете за свой вопрос? Потому что я могу очень серьезно на него ответить. Вы отвечаете за этот вопрос, но не сейчас? Ну, это ваш подход, поэтому вы и смотрите. Понятно. Ваша ответственность. Это вопрос, это ваш ответ. Поэтому вы отвечаете за ваш ответ, если отвечаете? Вот. Дело в том, что я считаю несостоятельной ныне существующую конструкцию биологического вида. С этой точки зрения существование вот таких географических изоляторов для меня является как раз указанием на то, что вот эти существа человеческие, они выбывают из биологической структуры вида. Поэтому я вот так бы не говорил, если бы я писал этот текст от первого лица. То есть для меня бессмысленно говорить о том, что они принадлежат этому виду биологии. Ну, пользуются благами человечества. Что-что? Ну, они пользуются благами человечества в плане, допустим, оживления своей генетической составляющей. Как делают все... Оживление? Ну, конечно. Как делают все северные народы. Появился какой-то новый мужик там, геолог. О, хорошо. Сейчас у нас будет потомство новое. Оживление крови. Все они это прекрасно знают. Поэтому тут сложно сказать, что они не гомо-сапиенс. Они очень даже гомо и очень даже сапиенс. Какое-то знание у них присутствует, природное то, которое позволяет ему выживать. Вот, если этот геолог не придет и кровь не оживится в их там сам, детей не будет, не будет продолжения рода, ну, тогда кирдык. Тогда все, их уже не будет. Поэтому, как мне рассказывал в свое время один папаш с моего участка, очень давно, когда он в Тофаларе попал, да, и там, что называется, папа, который считается папой, условно, который воспитывал, он метр сорок пять ростом, да, а этот, который там от геолога или от вертолетчика, значит, метр девяносто пять. На нем сыночка такой разрушается, ну, он так, похож на Тофа, ну, в общем, ну, не Тофа. Вот я считаю Тофаларом. Да, Тофалар. Так это к чему? Это я к тому, что они прекрасно выживают в этом самом. То есть, они будут вымирать, если они, конечно, не будут общаться с остальной частью человечества. То есть, если у них не будет генетического разнообразия, они вымрут. Точно так же, либо как эти вьюрки расползутся на несколько аллелей просто-напросто, из-за того, что это какая-то у них будет устойчивая комбинация генов, вот они будут с такими здоровыми носами, а другие, допустим, будут с шибко здоровыми лавами, которые будут всех хватать, и все. Биологические механизмы здесь понятен, у меня нет ничего вопросов. Я задаю идиотский вопрос, повторяя, какое длине отношение к разговору о человечестве? Тогда надо определиться, что такое человечество. Ну вот, я этим занимаюсь, пытаюсь определиться с этим. У меня ощущение, что человечество – это конструкт, который порожден определенным образом образованной частью европейцев, даже не просто европейцев, а представителем европейской цивилизации. И вот если понимать человечество таким образом, то, первое, далеко не все представители вида Homo sapiens к нему относятся, во-вторых, Робинзон Круза к нему относится, потому что он в своей жизни на этом острове пользуется теми знаниями, которые получены у него в рамках европейской культуры, и он накапливает некоторые знания и систематизирует их так, чтобы передать в эту культуру. И с этой точки зрения он принадлежит человечеству, как конструкту порожденному этой культурой. С этой точки зрения какой-нибудь там опустившейся десоциализованной жизни Петербурга не относится к человечеству, потому что он не включен в основные контексты европейской культуры. Во-первых, во-вторых, того конструкта, который в рамках европейской культуры называется человечеством. В таком случае альтернатива человечеству, вот у этого опустившегося, как можно назвать вот то, что является альтернативой человечества? Ну вот, я бы с одной стороны говорил бы о популяциях Homo sapiens, в этом смысле могут быть изолированные популяции Homo sapiens, но в этом смысле изолированные популяции Homo sapiens это не то самое, что Homo sapiens. Потому что, если говорить о том, что такое вид, то вид это будет как раз совокупленной популяцией, которая находится в состоянии скрещивания. А если у нас возникает изолят, то он уже не удовлетворяет этому виду. То есть, в этом смысле, хотя это происходит из вида Homo sapiens, но изолят уже не является и не вполне принадлежит к виду Homo sapiens. Но, строго говорил, Дарвин даже для этого был специальным понятием. В этом случае говорит о полу-виде. А почему нельзя говорить о принадлежности этих людей и Homo sapiens и человечеству, но не реализации, скажем так, не актуализации человеческого потенциала? То есть, не весь человеческий потенциал они актуализируют? Можно говорить, можно говорить о чем угодно. Чем плохой не подходит к такой рассмотрению? Вот сейчас я скажу. Тело, что я не знаю, что такое человеческое, но не необъяснение. В то же течение биологического вида Homo sapiens я говорю, почему об этом слово надо говорить. Потому что это изоляция. И в отношении изоляции возникает вопрос о том, что это не вполне вид, потому что для того, чтобы принадлежать к виду, нужно быть не в изолированном состоянии. А почему это не человечество? Я не знаю, потому что вы не сформулировали, что такое человечество. Ну, я предлагаю формулировать, потому что человечество – это совокупность особей и видов Homo sapiens, но включая и учитывая всю культурную составляющую. Плюс к этому. Хорошо. Давайте остановимся на этом. Мы немножко поговорили о Homo sapiens. Теперь, что такое вся культурная составляющая? Что такое вся? Ну, вся продукция человечества, людей, сообществ, за исключением биологического проста. Все, включая язык, нормы поведения, любые формы творчества. Ну, как вы говорите, а что тогда будет являться нет человечества? Ну, как же, камни, растения, они будут являться человечеством? Нет. Я имею в виду не человечество, я имею в виду на субситуте полной саденицы. Или все, что я имею в виду на субситуте полной саденицы, я имею в виду человечество. Но не везде раскрыт полностью потенциал. Потому что у человечества, например, есть в том числе потенциал художника или певца. Но далеко не каждый человек художник и певец. Значит, эти части человеческого потенциала этими особами не реализованы. Вот и все. Тогда чем человечество отличается от хомо сапиенс? Ну, рассматривая хомо сапиенс, мы рассматриваем в биологическом срезе, биологический вид. Мы не рассматриваем культуру, не рассматриваем… То есть человечество – это все эпифеномены, связанные с тем, что связано с хомо сапиенсом? Это сам хомо сапиенс плюс все эти феномены. Единство… Вот это человечество, да? В общем, вот так-то хоть… сборно просто сформативно. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, двадцать, седьмое, шестнадцать, шестьдесят первое и так далее. А я вижу тут только два компонента – это биологический базис и культурная составляющая. Все, что не входит в эти два компонента? Нет, нет, когда речь идет о культуре – это суммы разных культур или это разные компоненты единой культуры? Ну, что значит, в свою область? Разное прочтение. Разное прочтение. Разное прочтение культуры. Я думаю, есть это то и другое и исторически меняется ситуация. То есть, в прежние периоды это скорее была сумма разных культур, а сейчас это уже скорее что-то промежуточное между суммой разных культур и единой культурой в разных прочтениях. То есть, в этом смысле человечество никак не связано ни с рефлексией, ни с самоидентификацией, да? Почему не связано? В том числе входит в культуру и рефлексии? Нет, ну, если человек живет в изоляции и не знает, что вообще кроме его деревни еще что-то есть на Земле, то они тоже имеют часть человечества. Да, но при этом мы отдаем отчет, что да, это часть человечества, которая несознательная, допустим, не рефлексирующая часть человечества. Можете ли поменять часть человечества? Ну, может, и не рефлексирующая, иногда даже очень сильно. Я считаю, это какая часть человечества, то есть вот такая вот часть. Ну, вот показывали по культуре встречу с фотографом Антоном Ланге. Вот он попал сейчас сделать съемки, то есть Кавказа, вообще гор. То есть, ну, там такой проект сам по себе. То есть, как культурологическая и туристическая, возможно, составляющая, то есть, что люди представляли, что у них, так сказать. На что можно посмотреть не только даже на фотографии, а живьем. Он попал в некоторые районы Дагестана, в которые он сказал, что, ну, я, говорит, считаю, что до меня там, так сказать, нога россиянина просто, ну, то есть, из средней полосы России, она просто не ступала. Ну, они там, в общем, вполне самодостаточны, как-то с миром все равно они все равно общаются, что-то с него получают. Ну, и в Сибири, действительно. Да, и в Сибири аналогично. Ну, вот вопрос очень интересный, опять же, когда вы все являетесь. В какой мире они являются россиянами, вот эти, Дагестанцы? Можно ли считать россиянами? Это совершенно тот же самый вопрос. Ну, в пределы границ попали, попали, все, вопросов нет. А столб стоит, на нем две надписи. Первая – не влезаю, бьет. Вторая – пионер, растет смело. Все, какие еще вопросы? Нет, ну, если так, тогда вообще нет вопросов. Ну, если вот на этом наставить, я не против. Я вообще понятия человечества не пользуюсь. Для меня это пустышка. Да? Ну, вот то, что вы сейчас по-разному немножко углу говорите, для меня показывает, что это и есть пустышка. И не нужно для меня выполнять. Я соглашусь. Ну, хорошо. Понятие человечества – оно просто не нужное. Ну, вот так, как вы рассказываете, мне кажется… Я не так рассказываю. А как? Я предлагаю чисто формалистский подход. А какой? Кто на территорию попал, тот и человечество. А я предлагаю соединить и биологический Homo sapiens, и дополнить его культурной настройкой. И дальше говорить о разной реализации человеческого потенциала. Да, это возможно разные реализации. А человеческий потенциал, потенциал человечества – это одно и то же, или это разные вещи? Ну, в этом контексте, наверное, это одно и то же. Именно в текущем контексте. Так зависит от контекста. Ну, если вы говорите, что это одно и то же, для меня оказывается, что это такая же подмена, как Иван Андреевич Александрович. Ну, а в чём, наверное, тут подмена? В чём тут не соответствует? Нет, как раз. Соответственно, тогда получается, что у человечества нет потенциала отличного человека. От потенциала человека. Что как человек может то, сё, пятое, десятое, седьмое, так и человечество может то, пятое и так далее. Тогда оказывается, что никакими нержантными свойствами человечество в отношении к человеку не обладает. Ну, смотрите, если радикализировать ваш такой подход к человечеству, к россиянину и ещё кому-то, то можно начать говорить, что, например, вот есть класс школьников, а это не школьники. Потому что они не вполне выполняют задачу школьника, они вполне усваивают знания, например, да? Что мы, скажем, это не школьники? Нет, я считаю, не школьники, но просто они не вполне выполняют задачу. Ну, а вот я лечу по-другому. Ну, хорошо. Можно опять так же, как Игорь Кашидорович только что упоминал Васоцкого, так сказать. Зато мы делаем ракеты и перекрываем Енисей. То есть, вот, является ли это проявлением человечества? Что это? Ну, вот, покорение космоса, перекрытие Енисея, а также в области балета и впереди планеты Сибири. А? Он не является? Не является. Ну, в принципе, и китайцы в свое время насыпали плотину, то есть там, с тачками. Соответствующего размера. То есть, возможно, не требовались. Ну, такие крупные проекты, они являются, на мой взгляд, необходимым, но недостаточным, скорее, необходимым, недостаточным критерием для того, чтобы показывать деятельность общечеловеческого масштаба. Потому что, кроме масштабности, должно быть еще целесообразность и осмысленность. Если это делается целесообразно и осмысленно задачам человечества в целом, или, ну пусть, скажем, популяции хомо сапиенс, кто не принимает идею человечества, тогда, да, это будет... Ну, популяция хомо сапиенс есть задачи? Да. Нет задачи, нет задачи. Но, к сожалению, раз мы пока не согласовали общее понимание человечества... Да, может быть, как раз в порядке задачи как раз можно будет предать определение человечества? Да, давайте попробуем, я только знаю. Вот, для меня это очень сомнительная штука, потому что вот всякие идеи, сомнительные какие-то общие задачи и так далее, это уже есть неврокоцентрическая позиция. То есть есть культуры, в которых нет категории задачи. Да, и тогда для того, чтобы эти задачи сомнительных, мы обязаны переделать эти другие культуры незадачного типа культуры задачного типа. Левого должны менять другую штуку, что задачная культура есть необходимо требуемая стадия развития любых культур, в том числе тех, которые сейчас являются незадачными. Это будет как раз европоцентрическая тема. Что? Европоцентризм. Совершенно верно. Да. Я это не расцениваю как европоцентризм. И с этим я не согласен. Но если с этим согласен, тогда невозможно говорить о том, что могут быть какие-то общечеловеческие задачи. И соответственно, что тогда можно говорить о чем-то общем для человечества, в отличие от европейской культуры. Мы же можем изнутри культуры ставить вопросы, выходящие за рамки масштаба самой культуры. Мы можем изнутри культуры и вселенские какие-то вопросы и задачи поднимать. Не обязательно нам ограничиваться сфера задач на сфере самой культуры. Это и любая культура, и не обязательно европейская, может начать как-то соотноситься с объектами больше, чем она сама. Я с этим согласен. Но в многих культурах неизвестно формулирование чего-то аналогичного человечеству. Получается, что конструкт человечества – это специфический конструкт европейской культуры. Возможно, он не специфичен для европейской культуры, а исторически так получилось, что так как европейская культура в чем-то шагнула вперед быстрее остальных культур. Поэтому в ней первый появился этот концерт человечества. То есть если бы, скажем, китайская культура опережала европейскую по каким-то направлениям, может быть, как раз она выдала концерт человечества? Так я, может, и сомулировал вопрос. Вы назвали это европейским центризмом. Просто исторически получилось, что великие географические открытия, связанность земного шара, последующая глобализация – это все европейские источники мира. Поэтому и концерт человечества имеет европейский источник. Если бы все это шло из какой-нибудь японской низкой цивилизации, тогда бы там появился первый такой концерт. Ну а Вы считаете, что индейцы не открывали Европу? Нет, может, они открывали, но чуть-чуть. Не настолько, насколько Европа открывала индейцы. А что значит, что открывала не настолько? Ну, какие-то локальные экспедиции, локальные небольшие, новые впечатления, я не вижу существенного вклада. Нет, может, Вы не точно выражаетесь. Дело в том, что европейцы не только открывали другие, скажем, страны, но они и их осваивали. То есть они включали эти другие страны в свой повседневный оборот, и они навязывали этим другим странам свой образ жизни. Это отдельный аспект, который, на мой взгляд, вот для данной темы он не существенный. Потому что концепт человечества, он формируется вне зависимости от того, навязывали европейцы или не навязывали, в любом случае сформировал свой концепт человечества. Вне зависимости от того, как именно они стали бы взаимодействовать с людьми. Почему независимо? Если он только выявляет вещь, почему бы она независимо от того, как они взаимодействовали? Мне кажется, это зависимо. Когда перед европейцами стоит вопрос об омогении, превращении в мою силу земного шара, тогда и формируется эта концепция про-человечество. И для этого она и формируется. А также специи. Оттуда там великие географические открытия шли только за специями. Ну, золотишко в том числе. Почему нет? Скорее, я бы сказал, тут прямо противоположная ситуация. Именно в противовес тем процессам освоения, которые происходили, именно в противовес имя формируется концепт человечества. И в чем же противовес? Противовес в том, что именно концепт человечества побуждает остановить экспансию, остановить колонизационную ситуацию. На какие финировые установки вы везете с помощью этого концепта? Ситуация в Индии частичная. И как же с помощью человечества установили? Деятельность Ганди, дальше в деятельности Ганди принимают участие европейцы. В том числе они приезжают, там журналисты, активисты. Почему они приезжают? Потому что у них есть концепт человечества. И они в чем-то видят правоту Ганди. И отсюда противовес в общей колонизационной направленности, как раз противовес за счет концепта человечества, они поддерживают где-то Ганди. И вот пример. А где же вам концепт человечества, как он работает? Надо с вами чего это делает? А Ганди – это человек, который ратует за все человечество. Это где? В каких тех кто занимается? Ну я затрудняюсь сейчас. Там точные цитаты, точные ссылки. Я затрудняюсь. Были журналисты, были активисты, приехавшие в ЗИВО, группы, были там и аристократы в том числе. Можно просто углубить свой материал, и возможно найдутся какие-то конкретные цитаты про человечество. Но сейчас я, конечно, сходу затрудняюсь. Насколько я знаю, да, человечество не фамилировало. Там все вы говорили как раз ценности отдельно взятых в жизни людей, а не человечества. Которые своеобразным образом извернулись и превратились в ценности человечества. Вот это их всех признают. Ну, в первую очередь, оно, по-моему, там идет чуть ли не от английского гибра. Никогда англичанин не будет рабом. Стоит только, как говорится, кому-то другому сказать, а они же тоже люди, почему они должны быть рабами. Вот. Пошло, поехало. А вы знаете, когда взошел в 19-19-19 век, когда оказалось, что они должны быть рабами? Кто? Англичане должны быть рабами? Да. Нет? Рассказать вам, это не исторический анекдот, но его довольно длинно рассказывать. Вот, когда Дарвин сформулировал свою концепцию эволюции, то, соответственно, у него появились всякие последователи, которые, в том числе, начали заниматься и социальной проекцией его концепции. И в этом контексте, вот оказалось, что закончим показателем фигуры, Аут Шейхер был лингвистом, который попал в окружение Дарвина, не сами Дарвина в окружение его. И он стал бы не носить дарвинизм на языкознаниях. И в то время было выделено три основных морфологических стройных языков. Это корнеизолирующие языки, аглюцинативные и фликтивные. Корнеизолирующие – это языки типа китайского, когда у нас практически слово, ну, очень условно выделяемые в практических ниней морфологии, то есть там нет показателя того, что наделяет слово грамматическими характеристиками. Хотя есть аглюцинативные языки, где у нас появляются приставки и существа, которые как раз являются носителями грамматических категорий. Ну, типичный такой вот аглюцинативный язык – это турецкий, например. И есть, как говорится, фликтивные языки, когда одна морфология нанесет сразу много стогоматических функций. Ну, скажем так, фликтивные, типичные – это окончание по-русски. Но окончание как раз обладает основной нескольких гамматических категорий. Допустим, для существительных это будет число, поддержь и род. Для глаголов это будет, допустим, число и время и так далее. И в духе Дарвина слегка выдвигает такую идею, что самыми примитивными языками были корнеизолирующие языки, затем следующая стадия развития языков – это аглюцинативные языки, и следующая стадия развития – это фликтивные языки. И дальше вокруг этого идут всякие рассуждения на ту тему, что, скажем, для аглюцинативного мужчины унизительно жениться на корнеизолирующей женщине, а тем более на корнеизолирующей женщине, а наоборот большой подсчет, скажем, для какой-нибудь аглюцинативной женщины выйти замуж за фликтивного мужчину и так далее. Следующий класс как раз уже чисто геополитический, что, соответственно, носители фликтивных языков должны быть повелителями народов с аглюцинативными языками, а носители аглюцинативных языков должны быть носителями народов с корнеизолирующими языками. И в начале XIX-XX века выясняется, что в английском языке интенсивно развивается вторичный аналитизм, то есть он имеет интенсивно превращение и уже наличествует, в отличие от 80-х средневекового английского языка, в нем наличествует как раз выраженная корнеизоляция. И получается тогда, что англичане должны идти и покоряться туркам или китайцам. Это был колоссальный скандал, самый разнообразный светский скандал, интеллектуальный скандал. И вот так это привело в том, что языкознание разделилось из сравнительно исторического языкознания, выделывалось типологическое языкознание, и практически в это же время возникло особый вид языкознания, наподобие, ну, примером которой являются текстуры, называются стратическими гипотезами, то есть аналитическая реконструкция языков на основе уже универсальных закономерностей. То есть это то, что будет отличное от сравнительно исторического языкаознания, и от типологического. Ну, такая, что и была. И она имеет колоссальные последствия. Ну, вы не сказали, мы не будем рабами и поменяли языкознания. Да, все верно. Поменялись в тулу молочи. Ну, не за что. Ты же говоришь, человек или хомо-сайпинс. Получается, в других культурах, что просто то есть как бы хомо-сайпинс у него человека, или я не правильно понимаю? Нет, есть человек, но нет хомо-сайпинс в других культурах. Человек или хомо-сайпинс? Есть человек, но нет хомо-сайпинс. Нет, хомо-сайпинс. Просто человек. Хомо-сайпинс – это аналитический конструктор. Мы же обсуждали долго, что у хомо-сайпинс есть соответствующее поведение. Да. Вот. А там, значит, друг, как бы… Там есть люди, да? Да. В других культурах. Да. Но там нет при сравнении от того, что человек – это некая биологическая сущность. А, то есть мы как бы встаем на эту позицию, да, и получается, что… А, вообще ничего, а еще не заменяющие? Понятно. То есть биология, как область знаний – это специфический европейский консульт, который появляется, в общем-то, совсем недавно только в XIX веке. У Линей еще не было биологии. Первый, кто соображает, что вообще есть такая штука как биология, наверное, это глобомарк. Так а это только биология касается, или вообще других наук тоже было? Других наук тоже было. Трудно себя. Мы так жили с тем, что мы будем осуществлять. Как говорится, что XIX век – это была такая упорная мольба за то, чтобы человек, так сказать, осознал себя как ското-человечество, чтобы человечество осознало себя как ското-человечество, а XX века было упорной борьбой за то, чтобы человечество осознало себя не только как ското-человечество, но и как свино-человечество. – Более уточняющий? – Да. – Цивилизация каннибалов? – Да. – В последних нескольких двух десятилетий, когда оказывается, что у растений вот такая сложная мирная деятельность есть, получается, что даже строгий вегетарианцы – это сущность каннибала. – Вот пойду обрадую всех своих знакомых вегетарианцах. – И вот, кстати говоря, вегетарианцы не хотят вообще знакомиться с этими работами по неврологии растений. – А тогда получается, что у растений могут быть человеческие черты? – Да. – Ну, двумя поделками хорошо пользоваться. – Ну, определенного типа двумя поделками. – Да. – Так что все оказывается очень… – Причем у тех растений, которые в Европе растут, должны быть еще черты… – Ну, гуманизация… – Какие? – Черты у нас опять. – Да. – А те, которые в других культурах там, ну, выйти, допустим, растут, то у них как бы это… – Более человеческое. – Да, более человеческое. – Да, более человеческое. – Ну, в системе антропососской медицины там так и есть. Там, допустим, выращивают растения, но поливают его, допустим, ртутью. Или раствором серебра, или золота, или меди, или олова. То есть придавая еще более усиливая свойства, которые необходимы для лечения. – Да. – Поэтому, если считать, в данном случае, гомосапиенсным, так сказать, образование отходов в гигантском количестве, что все заваливает сверху и всех, то тогда, да, такое растение, живущее в таких условиях, оно более гомосапиентическое. – Да. – А объем геновичного сельскохозяйства как раз считается, что из компостов нужно исключать человеческие эксперименты. – Да. – Потому что это проявление «Я». – Да. – Есть такой же ром, народный, большой компост. Вот там это очень важно расцветается. Вы же отходы своей умственной деятельности, свои эксперименты сливаете. И потом начинаете уговаривать то, что в мальче есть. – Ага. – Угу. – Это вопрос, из чего надо гнать? Спиртик. Вот. Или из сливки его делать, видно, что называется есть пшеница. – Так, подождите. А код умственной деятельности? А то, что такое вообще? – Ну, пока плотность есть, думаете, да? – Значит. – Ну. – Скажется, могу выделять исторический продукт. – Думаю. – Да. – В этом контексте, я не знаю, я думал, что все присутствующие знают, но тем не менее все-таки об этом скажу, что в моем отношении получаются эти очень интересные штуки, что вот как раз вот эти всякие вещи, связанные с биодинамическим и сельским хозяйством, они парадоксальны. – В каком отношении оказывается, что, скажем, допустим, предлагается натуральное земледелие без использования докторов и всего прочего, а с использованием только мускулин и силы. Ну, например, оказывается, что это эффективное дело с использованием лопат из титана. Они обладают какими-то очень хорошими характеристиками при этом. Но получается, что производство этих лопат из титана, действительно локально улучшая экологическую ситуацию, заметно увеличивает экологическую нагрузку, скажем, на диасферу в целом, ну, допустим, на какие-нибудь там океанические острова в том числе. Это откид дает на всю диасферу, в том числе на весьма отдаленные места. Чем более, что в несовременной ситуации геокалитической производство титана выносится, действительно, довольно далеко от запредела, допустим, той самой Западной Европы и населенных территорий Северной Америки. И что же там делать, чтобы получаться? Не использовать? Что, лопат? Да они и так копают. Нет, то у них всякие рыхлители и прочее. Но они исключительно, то есть они не лопаты как таковы, они предлагают просто рыхление поверхностного слоя почвы, куда достаточно нести семена в определенный момент. Но семена, которые полученные биодинамически, то есть натуральные семена, а не с использованием, опять же, химикатов и всего остального прочего. То есть линии F1 все отпадают, потому что они не выживают в естественных условиях. Вот и все. Ну, Чернобыль показал, что, в общем, у них концепция права просто нет. Сейчас это, как бы, потихонечку самая человечная часть человечества для себя это использует, в плане использования биодинамических продуктов. Ну, всем остальным предлагаю какую-нибудь F1 морковку, ГМО-образную. А там, да. А в случае использования генетически вычисленных органинов, там не было возможно говорить о том, что это F1. Ну, там уже не понятно. Там будут меры зиготы. Ну, да. Поэтому это непонятно, это F1 или не F1. Неадекватно наказывать сменительные аппараты. В кейли, да. Они очень активны в Германии, особенно. Германия страны, д centro-двенеликсы. Хотя, сейчас их между прочим очень сильно подпёрли. Очень сильно, вот, сейчас я по-моему... В плане поддержать антропостовскую медицину? Для меня человечество – это интеллектуальный конструктор, который пророжден в районе европейской цивилизации. Он не имеет международных свойств? В общем, да. Почему? Потому что это чисто аннотический конструктор. Это назначена некоторая часть населения, нормы которого соответствуют этому конструкту. И они считаются представителями человечества с проявными свойствами. А остальные, если не включаются, то, как нам говорит Михаил Андреевич, как потенциально обладающими теми свойствами, которыми нужно обладать, чтобы входить в это человечество. Для меня это вот такая слуха. Ну вот как раз представители этого проявленного рода сейчас очень сильно проявляют себя в том, чтобы вот это знание, пускай даже антропостовская медицина или какой-либо другой гомеопатии, которую они используют сами для себя, для всех остальных отсечь. Сейчас у них это выражено, причем очень сильное настроение. Ну, вы знаете, все, я сам согласен. И в этом отношении, конечно, ваша идея, что это как-то было для того, чтобы противостоять над реализмом, над нейализмом и так далее, мне кажется, неподходящим. Давайте, может, тогда немножко с другой стороны зайдем. Если вам вот так не симпатичен концерт человечества, альтернативный предложите. Что тогда вместо человечества? Какой-то концерт альтернативный? Для разговора и рассмотрения вот темы из этого спектра. Ну, смотрите, есть, вот на меня что есть? На меня есть действительно можно говорить, при том, что есть ограничения всякие и так далее, я готов, например, говорить о современных представителях вида хома и о том, что он мог говорить о каких-то общих проблемах экологии современных представителей вида хома. Это вполне понятный сюжет для меня. Я могу говорить о различных культурах и о тех ценностях и тех задачах, которые стоит перед собой эти культуры. Могу обсуждать. Сейчас с точки зрения оптимизации терминов экологии, терминов биологической, экологии как биологической дисциплины, о том, как можно организовывать, оптимизировать использование ресурсов с учетом существования разных культур. Могу это обсуждать. У меня нет места, где возникала потребность разговора о человечестве. Я могу говорить о сохранении европейских ценностей. Во что бы ты ни стал, на любом способе. Тоже могу говорить о сохранении ценностей европейской культуры. У меня такое впечатление, что человечество конструируется как некоторый монок, чтобы под его видом протаскивать европейские ценности. Что некоторые? Монок. Что такое? Ну, то есть, чтобы внимание выриться. Ну, охотят птичек, свистеть. Да. Все-все. Да. На предлогом разговоре о человечестве. Ну, видите, я считаю, что человечество, просто если я уже повторяю, что исторически появилось как результат европейской культуры. Также можно сказать, что когда мы говорим о телеграфе, о телефоне, мы автоматически протаскиваем евроцентризм. Ну, почему? Ну, да, исторически появилось там. Но это не значит, что можно применить где угодно. Зачем так концентрироваться на истории возникновения термина? Я просто не могу выскочить за пределы евроцентризма и посмотреть, как не на евроцентрических основаниях я могу вспомнить, что такое человечество. Вот и вот мне надо сказать, что такое человечество с точки зрения японцев, японской культуры. Ну, в принципе, это вполне можно как-то практически реализовать. То есть опросить экспертов разных культур. Ну, опросить, да, будем сговорить. Да, будем сговорить. Да, будем сговорить. Да, будем сговорить. Вот, как сказать, они этого сами и делают. Управление задачное направление человечеством, да, могу сейчас немного сказать. Управление будущего. Управление будущего, да. Управление будущего, да. Это, наверное, довольно простая история, если разворачивать, что если действительно то оказывается, что у нас действительно есть некоторые европоцентрические подсоединенные международные органы, которые выступают как субъект такого управления, начиная ООН и кончаясь какими-нибудь ЮНЕСКО или ООСОМ. И тогда получается то, о чем мы и говорили раньше, что действительно там у них появляются некоторые средства достижения желаемых состояния, частичные, типа коррекции спонтанных текущих процессов или, допустим, спусковых всяких механизмов, ограничений каких-то и так далее. Из того, собственно, набора, который мы обсуждаем в предыдущие урожай, но они, соответственно, фарциальные. А вот с этой точки зрения, что интересно было бы, если вы на это настаиваете, что это не только антопоцентрический конструкт, то нету субъектов управления, которые бы выступали не от юрогоцентрически сконструированных представителей человечества. Но зато вот эти организации, которые я сейчас перечислил, они как раз являются субъектами управления, представляющими именно юрогоцентрические конструкции человечества. Просто это более хитрый вопрос. А если в неюрогоцентрических культурах идея управления не является идеей управления сугубой юрогоцентрической? Ваши дерева, например, в Южной Америке существовали? Они существовали, но занимались они управлением. Вот в том контексте, как мы говорили, о том, что у нас есть управление, руководство и так далее. Но фараоны вы отлюбили, конечно, часть европейской культуры, с одной стороны. И занимались они управлением? Да. Ну, судя по всему, были такие. Было управление в других культурах, потому что часто приводится в текстах, например, для пояснения направления, как я понимаю, метафора повозки. Метафора, где есть наездник, повозка, возничий. Причем это для разных культур характерно. И в этой метафоре примерно одинаково описывается этот процесс. А метафора приводится как раз в тех ситуациях, которые мы назвали бы ситуациями управления. Шафариевич это неплохо описано в социализме как явление мирологов истории. По крайней мере, с точки зрения Китая или там Парагуа, тех же самого Ватикана. Ну, Ватикана тоже европейская, если условно так считать. В таком случае, получается, это такая многомирская система. Все-таки управление существует. То есть, если там она религиозная, где упомянута по-узски в Ватикане, это тоже, так сказать, в плане иезуитства проявлялось. Ну и фараоны, в общем-то, считались условно божественными личностями, относящимися к жреческому народу. То тогда понятно, что общая серая мысль, она, как бы, это дело не постулирует управление и миром, и человечеством. Вы знаете, тут вот мы подошли к действительно довольно тонким чисто лингвистическим вопросам, точнее вопросам, которые для меня не очень понятны. Они не являются лингвистическими или существенными? Надо с этим разобраться. Вот, если обратиться к замечанию Михаила Андреевича. Оно, вообще говоря, чрезвычайно важно. Если играть за эталон управления то, что происходит с Вальтицей, то, что делает Вальтицей, то, строго говоря, Вальтицей не управляет. Он правит. И в этом отношении, как раз, что значит править, на мой взгляд, очень полно представлено у Даля. И дальше нам показывает, что под термфотографическим править используется здесь 8 разных компонентов. Это и добиваться правильности, и добиваться некоторой устремленности, и так далее. В этом отношении, в том, что происходит с Вальтицей, вроде бы как раз все подходит. Но для управления это совершенно необязательно. А то, как, скажем, я обсуждал управление, отлично, скажем, руководство, начиная от того, что единое целое обсуждалось, как, скажем, вынуждение, как выращивание, как вот осознанный катализатор и так далее, то вот это вот вещь, которая не подходит по тому, что обозначается, как править Вальтицей. Поэтому здесь вот надо разбираться довольно аккуратно, что где происходит. И в этом смысле разбираться, опять же, с двух точек зрения, с двух концов можно. Действительно, вот для вас важно такое действие по отношению будущего человечества, которое осуществляет возница? Или для вас важно такое действие по отношению будущего человечества, которое является управлением как не руководством, как не с пусковым крючком, как нерегуляцией, не осознанным катализатором и так далее. Вот тогда возникает вопрос, что вас интересует. Ну, если вопрос об этом, меня интересует любая осознанная позиция по отношению к будущему человечеству. А тут спектр намного шире, чем вообще говоря, в управлении, и все с этим связано. То есть любая осознанная позиция. Да. Но это совсем другая проблема, нежели управлением. Ну, возможно, нужно, но нужно действительно сильно расширять это. Да, это совсем другая осознанная позиция по отношению к будущему человечеству. Да, да. Это совсем другая ситуация. И я бы в этом контексте сказал, что для меня осознанность начинается с двух вещей. С ясного осознавания того, существует для человечества, ясного осознавания того, может ли существовать человечество. И я стал осознаванием того, что если человечество не существует, но оно может существовать, осознаванием при этом того, при каких условиях оно может возникнуть. И вот это для меня вполне осмысленный вопрос. Кстати говоря, в этом контексте есть еще, мне хотелось бы сделать одно техническое замечание. что вот сейчас возникла некоторая путаница явная с понятием «ноосфера», по крайней мере того смысла, как о нем говорит Вернадский. Вернадский говорит о том, что «ноосфера» может возникнуть при некотором дополнительном наборе условии, когда действительно люди будут осознанно стремиться к некоторым разумным целям. И с этой точки зрения никакой «ноосферы» не существует. Но это очень важное обстоятельство. И вот в этом смысле вопросы существования «ноосферы» и существования человечества для меня однопорядковые. Просто взяли концерт Вернадского и по-разному интерпретируют, причем как минимум два магистральных типов интерпретации я наблюдаю. С одной стороны, это в сторону биоэнергетических разных интерпретаций идут, а с другой стороны, в сторону современных информационных технологий интернета. То есть и так, и так пытаются его концерт интерпретировать как нечто уже существующее. Но действительно, это не по Вернадскому. Да, 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 но еще можно обсуждать, как «ноосферы» связаны с тем, как я понимал, «тияр». Так термин же, по-моему, Вернадский? Это сложный вопрос, кто там был первый. «Тияр» или Вернадский? Один у другого в том, что он лекции там очень темное дело, который является автором. Так, кстати, он же уже непосредственно рассуждает о человечестве в своих текстах. Он кто? Без шагами. Да. А тут же вас не смущает, что он постоянно пишет о человечестве? Смущает. 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 Ну, вот, если че я для меня, потому что представитель западной мысли и последовательной мысли, он гневноцентрист. Поэтому все последовательное делается. Если говорить о некотором человечестве, которого сейчас нет, но в будущем его можно создать, я считаю, это тоже хороший и полезный разговор, если говорить тогда немножко более специфично, как, скажем, у Циолковского. У него есть там солнечное или как лучистое человечество, как он формулировал. То есть вот он и рассуждает, что это что-то, чего нет, и к чему можно стремиться, что можно создать. Ну, так вот это вполне реально. Давайте какое-то некое, назовем там не лучистое, а назовем некое, там, гармоничное, допустим, человечество, или еще как-то, и будем его строить. Вот. Я бы так стал тогда на третьем. И в «Скишать мертвых» в стиле тоже будем? В стиле Циолковского? Да, тогда это Федорову уже. Ну, дело в том, что у Циолковского все это нужно было для того, чтобы реализовать Фред Федорова? Ну, в общем, да. Тоже будем это делать? Нет, ну, это вопрос к Циолковскому, к Федорову и их последователю. Ну, он предлагается наследовать Циолковскому. Сергей Сергеевич, а почему бы нет? Я не предлагаю. Я терминологически только следую, что Циолковский взял, назвал такое-то человечество. Я предлагаю, что если вы хотите формировать человечество… Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я никогда не буду вести. Это ваша идея. Да. Чтобы вы думали, у меня нет позиции. Я думаю, что если говорить о воскрешении, то мне представляется, что там возникает вопрос о том, что это воскрешение может быть, что на других православственных отношениях. Мне непонятно, почему надо абсуртизировать новоевропейское представление православственной религии. Поэтому мне не представляется, что вся идея Федорова для меня внутренне противоречивает, потому что мне не представляется, что она строится на базе новоевропейского представления пространственного времени. Хотя, по сути, она не таковая. То есть, в отношении того, что такое человек, она не является новоевропейской. То есть, там антропология соотносится с суровенной физикой. И в этом отношении мне представляется, что здесь есть некоторый интеллектуальный эффект. То есть, в отношении того, что это происходит. То есть, в отношении того, что это происходит. То есть, в отношении такого terrain не оруч Mariesh 라 Datab Рацию. То есть, в отношении того, что мы себе современные решения, что мы можем получить с другом, кто имеет значения Rodriguezii, То есть, здесь, получается, есть swayное решение,